Всем привет! Вы слушаете подкаст «Встаю с другой ноги» от студии Red Barn. Меня зовут Егор, и я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода в IT. Сегодня у меня в гостях Карлен. Привет! Всем привет! Меня зовут Карлен, и вот я уже почти год в IT. И сегодня я вас постараюсь познакомить с этим миром, рассказать, что поменялось в моей жизни. Классно! Расскажи вкратце, чем ты сейчас занимаешься? Ну, сейчас я фронт-энд-разработчик в компании, которая занимается казино. И сейчас я делаю Blackjack, чтобы люди развлекались. Круто! Мечтаю поиграть в Blackjack. Поиграю в наш, он тебе понравится, я думаю. Ну, мне кажется, онлайн – это немножко не то для меня. Давай вернемся для начала в твою молодость, в школьные годы. Чем ты увлекался, к чему ты стремился? Куда ты шел и смотрел ли ты в тот момент, в принципе, в сторону IT? Когда я учился в школе, я совершенно не знал, да даже не слышал про IT. Я не знал, кто такие программисты, что это такое. У нас, конечно, были уроки программирования, и мы даже там делали автополивалку. То есть, с какой-то периодичностью, какой-то робот-механизм поливал цветок. Ну, в общем, такое было программирование у нас. А в школе я в основном любил очень сильно спорт. Я думал, я буду великим спортсменом и буду идти по этому пути. Но в итоге меня принесло в IT, и я теперь же программист. Прикольно. И куда ты в итоге после школы, в принципе, подался? Ну, после школы я, как большинство школьников, пошел в университет. Но я выбрал совсем другое направление. Это было таможенное дело изначально. Но мне сразу там не понравилось. Я понял, что это не мое место. А как ты выбрал таможенное дело? Я помню просто на тот момент, когда я заканчивал школу, эта профессия была актуальна. И были еще знакомые таможенники. Я думал, что с ними я точно найду работу, и будет все хорошо. Да, наверное, хотел айфоны со скидкой получать. Ну, либо машины перевозить. Да. Так, пошел ты, получается, в таможенное дело. Тебе там уже не понравилось в самом начале в университете, да? Так ты в итоге его закончил? Я его закончил. Ну, история моего универа. Меня раза три точно исключали. И я постоянно менял свой курс, так сказать, свою специальность, чтобы меня не откатывали на год назад. То есть первый курс я отучился полностью на очном на таможенника. Меня, по-моему, не исключили. Я сам решил перевестись на заочку. Но у меня были долги. И, в общем, на втором курсе я не сдал эти долги. Меня исключили. Я ушел на экономиста. Мне тоже там не понравилось. Меня еще раз исключили. Я потом ушел в экономику аграрно-промышленного комплекса. Ну, и там отсидел свое. И все. На этом я закончил универ и забыл про него. То есть, получается, в университете у тебя уже с самого начала начались какие-то сомнения, скитания. И ты пытался себя найти. Я еще, когда выбирал таможню, я еще понимал, таможник – это какая-то профессия. Ну, что-то я у себя в голове представляю, кто это такой. Но экономист, ты такой думаешь, а кем я буду, кому я нужен. И когда заканчиваешь университет и думаешь, ну ладно, куда я пойду работать, кем я пойду, не знаю. В университете пока учился, ты чем-то еще увлекался, занимался. Спорт еще был в твоей жизни? Изначально я выбрал этот университет только ради КВН. И там была хорошая команда КВН, и я надеялся, что я попаду в нее. Точнее, да, и пойду в высшую лигу, а там ТНТ, комедиглавы, вот это все. Это такие были мои детские фантазии. Ну, кроме этого, естественно, я на протяжении всей своей жизни постоянно занимаюсь спортом. Всякими, всеразличными, прям очень разными. Это танцы, бойцовские всякие темы, карате, борьба смешанная. И также акробатика. Скорее, я больше, когда учился в универе, занимался спортом, нежели универом. У меня было по две тренировки в день. То есть, да, я утром ходил на тренировку, днем в универе, и вечером на вторую тренировку и домой. Ну, ты просто занимался или ты участвовал в каких-то соревнованиях? Не знаю, как ты развивался в этой области? Меня слишком раскинуло в разные области. Знаешь, если ты хочешь быть в чем-то профессионалом, надо сосредоточиться именно на этом. А я занимался всем подряд. Наверное, чисто для души. Я хотел быть лучшим во всем. И когда тебя вот так раскидывает, мне кажется, очень сложно стать профессионалом в одном деле, когда ты занимаешься многими. Ну, просто, по сути, ты занимался для кайфа какого-то, да? Да, скорее всего, для души. Просто я это очень люблю и тренируюсь. Закончил ты в итоге с горем пополам университет. Да. Что было дальше? Куда ты пошел? По-моему, это как раз начался год с коронавирусом. Я помню, было много сокращений, работу было тяжело найти. Ну, а я сидел, откликался. Просто все, что предлагает мне Headhunter, я откликаюсь. Возьмите хоть меня куда-нибудь. В основном я смотрел на всякие банки первые, начальная позиция, то есть там какой-то менеджер по продажам. Я ходил на собеседование, но мне отказывали, я не понимал, в чем проблема. И вот так я провел какое-то время, месяца два-три. И когда я смотрел эти вакансии, я начал замечать в описании, когда ты смотрел вакансии, связанные с экономистом, то есть это аналитика. Вот там были для меня тогда непонятные слова, как Data Science. И я смотрел на эти слова, смотрел на описание, там были слова по типу SQL, Python и прочее. Я не понимал, что это. Но зарплаты там были хорошие. И я такой, значит, это хорошая работа, интересно, я хочу много получать, много зарабатывать. И я начал гуглить, что значат эти слова. Понял, что это программирование. И решил попробовать сам, самостоятельно. Почему бы и нет? Я гуглил все различные бесплатные курсы в интернетах этих. И учился. Вот так я... Чисто сам самостоятельно. Просто проходил эти курсы. Дома, да? Занял. Да, сам самостоятельно. Сам самостоятельно учил вот эти курсы. И я понимал, что мне это начинает нравиться. Это довольно-таки интересно. И я какое-то время просто тратил весь день на то, чтобы самостоятельно обучаться. Ну, то есть ты параллельно пока что не работал еще, да? В этот момент. Да, тогда я не мог вообще работы найти. Но нет, у меня была подработка. Не буду врать. Я еще в театре так подрабатывал. Какая работа будет, тем и работал. То есть это мог бы и на гардеробе, и на билетах, и какие-то вторые роли играть. Ну, туда я пошел тоже отчасти, потому что я люблю театр, люблю вот это все искусство. Ничего себе, спортсмен, театрал, на таможню пошел работать. Точнее, учиться. У меня в голове было же, когда я был маленький, я помню, я тоже говорил, что я, возможно, я даже стану актером. И от этого все шло. Вот КВН, театр. Ну, тоже, короче, нравилась сцена. И вот я там работал какое-то время. Классно. Так, ну, понятно, начал заниматься самостоятельно. Это какие-то плоды приносило то, что ты сам занимаешься? Я хотя бы начал понимать, что это такое, как это работает. Хотя бы начал, научился азам каким-то. Что такое переменная, что такое функция. Таким вещам. И дальше я решал задачи по программированию логические. И это доставляло удовольствие. Но в какой-то момент, спустя, наверное, месяца три, я понял, что мне уже становится сложно самостоятельно этим заниматься. И я хотел бы, чтобы вот это мое удовольствие приносило мне еще деньги. То есть надо понять, как стать программистом, как устроиться на работу. Ну, ладно, ты учишь. А что такое работа программистом? Ты не знаешь. Я начал искать курсы, чтобы меня подготовили и помогли найти работу. А у тебя не было такого, ну, некого разочарования того, что ты столько лет отучился в университете, столько потратил на это силы, тут решил такой, так, ну, закончу университет, начну заново учиться с нуля. Да, ну, как бы нет. Но университет я с первого курса понял, что это не мое. И я решил уйти на заочку, потому что вот маме диплом надо принести, отдать. Пусть она радуется. Но я не хочу туда ходить. И я выбрал заочку, чтобы редко туда ездить и принести этот диплом. Но диплом принести. Да, и поэтому я не сильно разочарован, потому что, ну, что, я в универе в основном ничего не делал. Просто развлекался, будем считать так. Да, ты пошел искать курсы. Как ты это делал, где ты их искал? В интернете? Да, в основном интернет. Но тогда очень сильно рекламировались курсы по типу Geekbrain, Skillbox. Они очень сильно себя рекламировали. Они всегда были на слуху. Много ребят туда ходили. И я для себя решил, что заочное обучение не для меня. Я именно искал очные курсы. Очень хотел именно на очные курсы попасть. Потому что, ну, в моем понимании, очень сложно обучаться заочно. Это прям, не знаю, нету какой-то атмосферы обучения. Нету какого-то коннекта между тобой и преподавателями и прочими людьми, которые с тобой обучаются. Ну да, коннекта нет. Еще и себе заставить как-то сесть и учить. Да, дома еще сидеть, это как-то... А тут рядом диванчик, телевизор. Разлегся и сидишь, типа, лекцию слушаешь. А нет. И я такой, сто процентов надо найти очные курсы. И я довольно-таки долго их искал. Я поступал в Эльбрус. И когда ты гуглишь там курсы по программированию, они не самые топовые на то время. Ну, они были не первые, короче, не верхние шапки ссылок, так сказать. Но я их все смотрел, и в итоге я их выбрал только потому, что они очные. И начал уже с ними общаться. Ходил к ним на день открытых дверей, смотрел их бесплатные уроки. Потихоньку-потихоньку готовился, чтобы поступить туда. Это в каком городе было? Я сам живу в Московской области, и у них есть кампус и в Москве, и в Петербурге. Но выбрал Петербург, чтобы максимально уехать от всех, от друзей, от всех мешающих факторов, которые тебя будут отвлекать. Новое место, новые люди, новая профессия. И да, я поехал в Петербург. А ты сказал, надо готовиться к обучению. Тебе пришлось какие-то экзамены задавать? Да, вот. У Эльбруса есть вступительный экзамен, обязательный, потому что программа довольно-таки быстрая, сложная. Надо знать уже какие-то азы программирования, чтобы быстро принимать всю программу, которую они дают. Как ты готовился к поступлению? Ребята из Эльбруса, у них есть методичка по подготовке, то есть они дают какие-то свои материалы, у них есть бесплатные уроки, вебинары, как сказать, бесплатные вебинары, где кто-то рассказывает, как решать какие-то задачи. И будучи нулевым, прям вообще ничего не понимающим, это довольно-таки полезно. Послушать, посмотреть, как решаются задачи. Ну и самостоятельно, естественно, почитать какие-то сайты. Например, там есть Learn JavaScript, такой на русском языке, там все написано. Можешь просто почитать его и понять, что как работает. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы поступить? Когда я их нашел, я еще долго сомневался, пойду я к ним или нет. Ну, потому что ты тратишь довольно-таки большую сумму и не знаешь, принесет тебе это плоды или нет. И в этих сомнениях плюс в этом обучении я потратил, наверное, около двух-трех месяцев на обучение. И сдал экзамен, поступил. То есть, по сути, ты подготовился полностью самостоятельно и только после этого смог поступить уже на полноценное обучение? Да, ты готовишься самостоятельно. Ну, конечно, я опять же говорю, они дают какой-то материал, чтобы тебе легче было поступить и сдать экзамен и быстрее выучиться. Ну, потому что, когда уже готовы, куда зайти, что почитать, намного легче, чем самому вот это все искать. Ну да, хотя бы план есть. Да, и по этому плану ты учишься и готовишься. Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после боткемпа. До IT я работал в сервисном центре, ремонтировал телефоны и прочую электронику. Это был маленький островок в торговом центре, куда я приходил 6 дней в неделю, в 10 утра и уходил в 10 вечера. Работать с клиентами приходилось напрямую, а учитывая тот факт, что люди имеют разную степень адекватности, иногда хотелось просто все бросить и уйти. Там не было абсолютно никакого роста, про зарплату я вообще молчу. Хватало закрывать только базовые потребности, и удовлетворения ни от работы, ни от жизни я не получал. Но каждый день, перерывах между ремонтами, у меня было достаточно времени, чтобы искать то, что мне понравится. Веб-разработка была одним из очень многих вариантов почти в самом конце моего списка, потому что я думал, что могу такое не потянуть. Однажды я проснулся и, как обычно, через не хочу, поехал на работу. В планах на сегодня было разобраться с тем, что такое веб-сайт, как их пишут и так далее. Я наткнулся на задания по типу программирования для самых маленьких, затянуло. Потом я смотрел видео вроде «Один день из жизни программиста» или «Как выучиться на программиста» и так далее. Профессия стала нравиться мне все больше. Я попробовал выполнить несколько заданий по верстке, и потом решил продолжать. Мне хотелось создавать что-то, чем бы пользовалась огромная масса людей. Хотелось приносить практическую пользу. Я решил, что неплохой идеей будет устроиться в сферу, близкую к программированию, чтобы было у кого подчеркнуть навыков. Так я и сделал. Я устроился работать менеджером в маленькую веб-студию. У меня была цель стать разработчиком. Я шел к этой цели, и понимание того, что работа менеджером – это не всегда, придавало уверенности. Эльбрус нашел меня сам. Я познакомился с парнем, который работал разработчиком в другой веб-студии. Попросил дать мне несколько советов о том, как и где лучше выучиться. Оказалось, что в свои 38 лет он всего месяц работает программистом. Он и посоветовал мне эльбрус. Благодаря нему я детально знал весь цикл обучения, расписание, уровень нагрузки и, самое главное, видел живой результат. После такого доказательства и такой скорости перепрофилирования, я решил, что дальше мой путь лежит через эльбрус. Единственное, что меня тормозило, это вопрос денег. Стоимость обучения в буткемпе для меня была далеко не маленькой, продавать мне было нечего, кредит я принципиально брать не хотел. Осталось только один вариант, точнее два – копить, либо занимать у друзей. В итоге часть я накопил, а большую часть взял в долг. Все шло плавно, я снял жилье подешевле, чтобы сократить расходы, и начал готовиться к поступлению. Кстати, на работе к моей цели все отнеслись с пониманием, и никто мне ничего не говорил, когда я в рабочее время готовился к вступительному экзамену. За это я им очень благодарен. Жизнь началась после того, когда я сдал экзамен и поступил. Пришло осознание того, что пути назад нет. С работы я уже уволился, чтобы не отвлекаться от обучения. Меня поддерживала моя осознанность выбора. Я понимал, что это то, чем я хочу заниматься. К тому же я очень хорошо подготовился и знал, на что иду. Спонсор этого сезона – Эльбрус Буткемп. Это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате, где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода – это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения – JavaScript, Fullstack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эльбрус, можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. Так, а что было дальше? Ты поступил? Сколько заняло обучение? Насколько это было сложно? Может быть, были какие-то промежуточные экзамены еще? Обучение очное у них 15 недель, разделены на 4 фазы – нулевая, первая, вторая, третья. Нулевая фаза была заочная, то есть там обучали в основном какой-нибудь верстки, верстки HTML, CSS. И после этого надо было уже ехать в кампус. А, кстати, вот ты сказал верстки обучали, то есть ты уже осознанно в тот момент выбрал, что это фронт, ну, фронт-энд разработка. Ну, я уже выбрал, что это будет фронт-энд разработка. Ну, изначально я хотел пойти на Data Science, но почему-то, когда пошел на день открытых дверей, во мне внезапно что-то щелкнуло, и я подумал, буду веб-разработчиком. Ну, мне сказали просто с веба легче войти, и я такой, ну, раз я нулевый, совсем ничего не понимаю, то, наверное, пойду в веб-разработку, и это будет более легкий путь. Более, ну, кроме всего этого, фронт-энд разработчики, вообще веб-разработчики, ну, сейчас больше вакансий, легче будет найти работу, нежели у Data Scientist. Ну, как правило, в компаниях, да, фронт-энд разработчиков 5, может быть, человек, а Data Scientist один сидеть может. Ты пошел обучаться, у тебя было несколько модулей, один из них заочный, и потом начались очные, то есть тебе пришлось поехать в Петербург? Да, я поехал в Петербург, помню первый день, ты заходишь в кампус, ты утром приходишь, там много таких же людей, как ты, которые ничего совершенно не понимают, куда они попали, что их ждет. И вы начинаете знакомиться, то есть с людьми, разговариваете, у них там была игра, как людей познакомить поближе, то есть вы ходите по группу, потом группируетесь в какую-то кучку, и начинаете либо в пары, либо в кучку, и начинаете разговаривать о чем-нибудь, например, кино, еда, чтобы познакомиться друг с другом. Мы так познакомились, и у нас потом началась первая лекция, и все пошло, началось обучение. Как обучение было сложно? Оно было очень сложное. По крайней мере, первые дни, когда ты совершенно не готов к этому, тебе рассказывают лекцию и дают задания, и ты такой сидишь, я ничего не понимаю. Но бросать-то все это не хочешь, ты пришел менять свою жизнь, надо до конца сидеть и пытаться решать эти задачи. И первые дни ты совсем забивал на отдых, но это тебя аукалось потом. Надо было хорошенько выспаться перед следующим днем. А ты сидел и решал до 12, до часу задачи предыдущего дня. В какое-то время тебе начинается сниться код, потому что ты постоянно в этом коде. Это прям дикий стресс для тебя и что-то новое. Ты с первой попытки завершил обучение или что-то не получалось и приходилось какие-то модули повторно проходить? Мне было, на самом деле, сложновато. Я не так быстро все воспринимал, и да, мне пришлось повторить первую фазу, потому что, ну, реально в голову, ну, с первого раза не заходила вся эта информация в голову. И, на самом деле, я не пожалел, что остался на повтор курса. Причем ребята дают такой шанс, что ты можешь повторить. Почему бы не повторить еще раз какую-то тему? Тебе же только лучше будет, в твое же благо, так сказать. Но я все равно расстроился, когда не сдал экзамен. То есть в конце каждой фазы есть еще экзамен на проход на следующую фазу. Я все равно расстроился, когда не сдал экзамен. Я звонил директору, говорил, что все плохо, я ничего не понимаю, может, мне надо бросить. Может, я поменяю кампус Петербурга на Москву, может, там что-то получится. Но он сказал, все нормально, просто попробуй еще раз, оставайся в Петербурге. Я сказал, ну, ладно, хорошо, я попробую. И со второго раза, когда я начал повторять, прям небо и земля, как я тогда вообще ничего не понимал. Мне просто вот по слогам разжевывали и засовывали в голову, но я ничего не понимал. И со второго раза я уже начал все наконец-то понимать, как это работает, как, что и где правильно делать. И дальше у меня пошло все довольно-таки хорошо. Больше я не оставался на повтор. Я спокойно закончил вторую и третью фазу, написали финальную работу и все, были счастливы. Классно. И что было после обучения? Ты пошел искать работу? Да, после обучения мы, нам еще помогали составить резюме, мы готовились к собеседованиям и, да, начали искать работу, откликались, проходили собеседование и ждали вот этот оффер, который нам пришлют, и мы будем счастливы. А как было со стороны твоих родственников вообще отношение к этому? Ну, родственников, друзей, там, не знаю, такая смена деятельности, трата столько времени на новую профессию? Родители, наоборот, были рады. Наконец-то балбес будет чем-то заниматься, найдет себя. И, ну да, это была проблема найти работу, и если вот я трудоустроился, они были рады, и хорошая зарплата была. Родители, конечно, отнеслись хорошо. Друзья же, когда я им говорил, что так-то, так-то, вот я стал разработчиком, меня никто не верил. Я помню, друг приходит и говорит, вот, сказал бы мне кто-нибудь в школе, что ты станешь разработчиком, я бы не поверил. Но в итоге они сказали, все равно мы рады, что ты нашел себя, что у тебя все получилось, и я сказал спасибо. Ну, это главное, да, что поддержка, поддержка нужна. Ну, вот они были все удивлены. Долго искал вообще первую работу? В моем случае я, да. Были ребята, которые быстро находились, я же, у меня почему-то не получалось. Я искал полтора месяца. Да, в принципе, это не так уж и много, наверное. Наверное, да. Ну, просто, когда ты смотришь, как другие ребята, были ребята, которые за неделю находили работу, и был момент, когда их зовут на собеседование, а тебя нет. И ты такой, в чем проблема, почему так? Я тоже хочу собеседоваться. Но их звали, а тебя нет, ты из-за этого расстраивался. Очень сложно не сравнивать себя с другими в этот момент. Почему у них получается, а у меня нет. У тебя немножко это дезморалит, ты начинаешь копаться в себе аж, что не так. Но в итоге, ну, другого выбора нет. Ты просто дальше откликаешься и ждешь, и проходишь собеседование. В общем, прошло полтора месяца, я наконец-то получил свой оффер. Это была компания из Новосибирска, и я работал полностью удаленно. Вот так, это была моя первая работа. То есть первая работа у тебя уже была удаленная? Это не была проблема для тебя? Все-таки, ну, первый опыт. Как будто бы кажется, что нужна очная работа. Я тоже думал, ну, совсем на очной я бы не согласился. Я бы согласился бы, вот гибрид это прям вообще замечательно, чтобы раз-два раза в неделю куда-то ездить, если это надо. Но когда я закончил, да, естественно, ты все равно как бы понимаешь, что такое программирование, но не понимаешь, что такое работать программистом. И ты такой, ну, мне нужен какая-то команда, чтобы у меня был тимлид, чтобы у меня было там ребята получше, посильнее, чтобы мне помогали, если что. И когда пришла эта вакансия, они мне не все рассказали. То есть на самом деле они искали замену вот этого тимлида, но они мне про это не сказали. Я думал, что он будет со мной работать, и мы будем вдвоем там, вдвоем работать, он мне будет подсказывать по проекту, чтобы я вошел в него. То есть был тимлид, а тебя взяли в виде Джунана, как бы его позиция? Ну, меня взяли как медла, но я не знал, что он увольняется, то есть вот как если ты официально работаешь, то тебе две недели надо отработать, чтобы тебе найти замену, и чтобы ты уволился спокойно. Но мне про это не говорили, и когда я это узнал, я, конечно, расстроился, потому что... Было страшно одному работать. Я не знал, как и что делать. Я всего лишь там неделю работаю, а вы хотите, чтобы я один тут работал? Но в итоге я свыкся с этим и начал работать. Довольно-таки месяца два-три, может даже больше, я работал один. Мне давали задания, я их выполнял. Я в ходе работы еще учил TypeScript, потому что на работе был TypeScript. Были другие технологии, которые ты в любом случае учишь. Ну, короче, я начал работать, и все было хорошо. Было страшно, было непонятно как, но куда деваться, надо работать и что-то делать. Как вообще у тебя жизнь-то после этого поменялась? Ну, то есть сначала ты так скитался, не мог найти свое место, кучу различных направлений пытался попробовать, а тут нашел себя в IT. Что ты чувствуешь именно эмоционально, морально? Не знаю, как изменилась твоя жизнь? Только в лучшую сторону я стал намного счастливее. Знаешь, вот этот момент, что надо реализоваться, надо найти себя, и надо, чтобы работа доставляла удовольствие. И я это нашел в IT. Когда я работаю, я очень любил в детстве играть в компьютеры, то есть я постоянно сидел у компьютера, и сейчас, когда я работаю, у меня такое ощущение, что я не работаю, я просто играю в игры. Ну, я получаю от этого удовольствие. Это очень важно, когда ты ищешь работу, получать от него удовольствие. Плюс это, естественно, невозможно не затронуть деньги. Ты получаешь хорошую сумму. Я не буду говорить, что не в деньгах счастье. Деньги довольно-таки очень хорошо приносят тебе счастье. У тебя больше вариантов с этими деньгами куда-то сходить, на какое-то развлечение что-то сделать, покушать вкусненько и так далее. И еще одна из причин — это возможность удаленки. Тебе не надо каждый день ездить. Ну, так как я живу в Московской области, в основном все равно вся работа, вся учеба — это в Москве. И каждый день мне тратить два часа только в одну сторону на дорогу — это было ужасно. Ты прям представлял это и не хотел никуда ехать. Идти электрички, потом метро, потом, не дай бог, еще автобус какой-то. Да, полжизни тратиться как будто бы на дорогу. Да, ты реально, ну, четыре часа в день тратить на дорогу — это прям, ну, это много. Оно того не стоит. Ну да, с учетом того, что, в принципе, не спишь, наверное, часов там четырнадцать, считай, третий ходит на дорогу. Ты тратишь эти часы на себя, себя любимого, другими делами, своими хобби, другими увлечениями. Вот, это тоже один из плюсов. У тебя появились какие-то новые увлечения, может быть, новые друзья, новый круг общения после того, как ты ушел в эту область? Когда я вошел в эту область, я внезапно начал замечать, что вокруг меня до этого были тоже айтишники. То есть, у меня, вот, я общался с человеком довольно-таки долго, и в какой-то момент мы друг-друг узнали, что мы во фронтендере, и начали еще более, так сказать, ближе общаться. Да, начинаются появляться новые знакомства и сферы айти, да и не только. А хобби какие-то, может, появились? Может, начал по вечерам, не знаю, свой какой-то блокчейн-проект мутить? Ну, насчет хобби я все так же помешан на спорте. Я и мой любимый спорт. Это в меня не отнять. Если честно, когда я стал айтишником, у меня еще появилось какое-то большое желание выучить какое-то ремесло ручное. По типу работы с деревом, работы с кожей. И я вот сейчас себе наметил, хочу пойти на курсы по шитью обуви ради удовольствия. Я, кстати, замечаю, у меня тоже ребята, которые работают со мной в команде, в компании, многие занимаются чем-то. Кто-то из кожи вырезает какие-то штуки, кто-то лепкой, кто-то танцами. Хочется, видимо, как-то, когда работаешь мозгом, хочется как-то поработать руками иногда. Я согласен. Я помню, когда я устроился на первую работу, уже привык к этому. И я сидел, работал, работал, и потом я хотел вечером чем-нибудь заняться. У меня реально были в мысли голове, может, я пойду еще пару часов на мойке поработаю, типа машиной буду быть. Просто ради удовольствия, я не знаю, чтобы чем-то заняться. Ну, хотелось двигаться. Вот один из минусов, то, что ты очень много сидишь и мало двигаешься. Если ты довольно-таки активный, немножко тяжело воспринимается. Надо куда-то тратить свою энергию. Если бы у тебя сейчас была возможность вернуться, скажем, в школьные годы, ты бы поменял как-то, ну, те шаги, которые ты по жизни сделал? Или ты бы сразу прямым ходом пошел бы куда-нибудь войти, обучаться? Ну, очень сложный вопрос, потому что я вот за этот год понял, что технари, которые закончили универ и ребята, которые закончили, вот как я, курсы, мы немножко разные. А в чем разница? Вот ребята, которые идут на курсы, они идут, по моим ощущениям, чтобы поменять в своей жизни что-то. То есть они уже кем-то были. Там есть, просто на курсах есть люди разных возрастов, там, и до сорока доходят, может, и старшего. Они просто хотят поменять что-то в своей жизни. А когда ты выбираешь университет... Я просто общаюсь иногда с ребятами, которые учатся на программистовом университете, они говорят мне, что им совершенно не нравится, тоже понятия не имеют, куда они пойдут дальше. Ну, в общем, не знаю, вот есть, короче, эта разница, которую мне пока что сложно описать. Я, кстати, вспомнил, недавно я собеседовал в команду руководителя отдела тестирования, и вот она мне рассказала о своем опыте в собеседовании, и в какой-то момент она приняла решение джунов искать в команду из тех, кто успел поработать где-то еще, кроме IT. И вот ее взгляд был, ну, заключался в том, что эти люди более благодарны и как-то более внимательно и качественно работают, потому что они успели посмотреть жизнь как бы с другой стороны. Вот ты начал рассказывать про свой опыт, и я подумал, что, наверное, в этом есть правда какая-то логика, потому что я-то сам тоже не из-за IT изначально, ну, успел поработать, как бы, и получается, что, возможно, оно так и есть. Вот я помню, когда работал официантом, это прям, ну, не самая, так сказать, приятная работа, я бы сказал. Есть, конечно, ну, есть люди, которые любят, и есть профессиональные какие-то официанты, которые хорошо зарабатывают, но все равно это было не так приятно. В каком-то баре работать, где там все пьют, а ты такой официант. Ну, короче, ты получаешь за это не очень большие деньги. Мне кажется, я не знаю, очень тяжело быть счастливым официантом, хотя тебе надо быть счастливым официантом. То есть на работе ты должен быть самым добродушным, улучшим, всех любить, но это по ощущениям сложно. Ну да. Так, ну, давай подводить итоги. Что бы ты, в принципе, посоветовал нашим слушателям? Тем, которые только хотят переходить в IT, только задумываются или, может быть, только начинают совершать какие-то свои первые шаги, что бы ты им посоветовал? И так ли важно иметь какую-то базу, там, не знаю, быть гением математики или владеть кунг-фу логики? Не знаю. Ну, насчет второго скажу, что совершенно не важно. То есть я комментарий, я могу стать программистом. То есть это работает. Не надо там знать какую-то математику. Нет, если ты в Data Science, например, надо хотя бы математику какую-то знать. Вот, например, веб-разработки это не надо. Но для того, чтобы выучить язык программирования, для меня, по ощущениям, язык программирования сейчас это как английский выучить. Хотя бы один из языков тебе надо выучить. Потому что мы в таком время живем, потому что везде программирование. И неплохо было бы знать хотя бы один язык программирования. Да, к этому не надо быть как-то готовым. Можно просто взять, сесть и выучить. А если ты уже хочешь быть программистом, если ты решил пойти по этому пути, то я бы посоветовал сначала реально сесть самому, посмотреть, что это такое, посмотреть, может, какие-то видосы, почитать, попрограммировать самостоятельно, понять, доставлять тебе это удовольствие или нет. Иначе вдруг это ты просто потратишь деньги на курс и потом скажешь, я не хочу быть программистом. Меня это не зацепляет. Главное это получать удовольствие от своего дела. И если ты решил стать программистом, то попробуй попрограммировать, получаешь ты удовольствие или нет. Ну и в целом, да, если тебе нравится, ты решил, что будешь программистом, то можешь смело взять какие-то курсы, отучиться, и ты, я думаю, 100% найдешь свое место и свою работу. Я, наверное, полностью с тобой согласен. Главное, чтобы желание, главное, чтобы нравилось. И тогда, наверное, все получится. Спасибо тебе. И тебе большое спасибо. Было очень интересно пообщаться. Я думаю, ты сможешь замотивировать многих людей двигаться дальше и не отступать от своей цели перехода в IT. На этом наш выпуск подходит к концу. Слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Мы читаем все. Это был подкаст «Встой с другой ноги». С вами был Егор. Всем пока. Пока. Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин